Кремль Ни для кого не секрет, что Кремль предпринимает сегодня титанические усилия для того, чтобы, как это сегодня называется, сушить явку на выборы. Людям неофициально вбивается в голову мысль «ходи на выборы, не ходи, а все равно победить иная Россия», поскольку победу ей нарисуют. И нужно признать, что многие люди поддаются на эту провокацию и провокаторам верят. Причина этого очень хорошо известна. Много лет люди в нашей стране, как это называли журналисты, голосовали ногами, то есть не ходили на выборы. В стране де-факто была установлена блокада информации, что, напоминаю, с позиции ноосферного мировоззрения является главным признаком фашизма. Но и понятно, к чему это вело. На экраны и страницы попадали только кандидаты, выражающие интересы, номенклатуры. Ярким же кандидатам от оппозиции, особенно для несистемной, путь на экраны и страницы был закрыт. Эта однобокость и порождала стихийный и не вполне осознаваемый людьми протест, который выражался в этом самом голосовании ногами. Кстати, я недавно уже начал рассказ о ноосферном мировоззрении. И недавно я первые три вступительных ролика объединил в один. Он называется этот ролик «Темное пламя. Первый третий ролик». Понятно, он будет на конечной заставке. Там же будет и мой прелест «Темное пламя», где рассказ куда более детальный, чем в указанных первых трех роликах. Но вернемся к теме. Сегодня ситуация резко изменилась. Информационная блокада прорвана, поскольку развился интернет. И у нас на глазах практическая политика все вернее и вернее становится делом блогеров. Яркие представители оппозиции, благодаря интернету, уже известны практически всей России. Понятная номенклатура бесится. Снимает их с выборов, объявляет экстремистами, привлекает к уголовной ответственности, что лишает их возможности баллотироваться куда-либо. Но тем не менее, уже ясно, что номенклатуре не по силам переломить набирающую эту все большую и большую силу тенденцию. Однако бороться номенклатура, понятно, продолжает. Да и то. Для нее это сейчас вопрос выживания. Как классы. И одним из способов борьбы для номенклатуры и стало. Вот эта самая провокационная мысль из подвольщица за всех сил, унышаемая народу. Ходи, не ходи на выборы, победит все равно единая Россия, поскольку победу я и нарисую. И как я уже сказал многие люди, в силу указанных причин, к сожалению, в эту мысль надо сказать действительно по-настоящему провокационную мысль. Верят. Но. Но. Появилось но. И очень серьезное но. Вера в эту мысль среди простых людей рушится на глазах. Все больше и больше простых людей начинают понимать другую, более важную мысль. Мой голос имеет значение. Андрей Караулов на своем одноименном канале, Андрей Караулов, провел вопрос, провел вопрос. С темой пойдут ли люди, вернее собираются ли люди идти голосовать сейчас вот на этих выборах в Госдуму. Он включил вопрос, три вопроса, лучше зачитаю, вот они. Обязательно пойду, ибо понимаю, что выбираю будущее страны. Не пойду, выборы наверняка будут фальсифицированы. Затрудняюсь с ответом. В опросе приняло участие более 151 тысячи респондентов. Это, кстати, колоссальная цифра. Средняя подборка среди обычных статологических опросов порядка 5000 человек. Результаты опроса сенсационные и крайне неблагоприятные для номинклатуры. Обязательно пойти голосовать. Собралось 83% опрушенных. Не пойдут 12%. И сотруднились ответить 4%. Вот как сказал об этом Андрей Караулов. Обязательно пойду голосовать, потому что понимаю, что от моего голосования зависит жизнь моей семьи и начало президентской кампании. Вот оно, 17-19 сентября. Пойду обязательно 83%. Сначала цифра была 85%. Но вот за те три дня, что шло голосование и три ночи, она упала на 2%. 83% обязательно. 12% не пойду ни под каким видом, потому что выборы будут фальсифицированы, предполагаю. И не хочу участвовать ни в каких опереттах или спектаклях. И 4% затруднились с ответом. Что это значит? Думаю только одно. Люди все вернее и вернее понимают, что их обманывают. В данном случае понимают, что обманывают, как внушают мысль. Ходи, не ходи на выборы, а все равно победит единая Россия, поскольку победу ей нарисуют. И самое главное. Все меньше и меньше людей ведется на этот обман. Ясно, что чем больше людей придет на выборы, тем труднее их будет фальсифицировать. К этому нужно добавить, что коммунисты готовят на выборы буквально целую армию наблюдателей. И думаю, что шанс, что выборы пройдут не так, как хочется Путину и компании, сейчас реально появляется. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!